ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В поединках участвовали иностранные спортсмены. Виктору Нунесу из Бразилии победу одержать не удалось, но турнирам и форумам он остался доволен. Поздравляю своего соперника. У него тоже был отличный бой. Это классно, что такие яркие события проводятся в городе. Чтобы люди поняли, что такое на самом деле боевые искусства. Чтобы люди оценили, им было интересно наблюдать за тем, что происходит. Битва на Инисеи – это только часть программы форума «Боевые искусства для всех и каждого». В течение двух дней на площадках проходили различные мастер-классы по единоборствам. Гости соревновались в армрестлинге, поднимали гири и штанги, участвовали в боях на игровых приставках, устраивали битвы роботов. 14 федераций и секций по кудо, айкидо, карате, ММА и другим видам боевых искусств представили свою деятельность. А каждый желающий мог тут же записаться на первый пробный урок. Форум, конечно, нужен, да, и детей нужно водить, то есть, ну, показывать, смотреть самим. Вот ему очень интересно было посмотреть мастер-классы по самбо, на соседнем татаме по карате было. То есть, как бы присматривается, может быть, пойдет на тренировки. Я считаю, прежде всего, родители ответственны на данном этапе развития за ребенка. А дальше уже ребенок выберет. Я считаю, что он именно выберет спорт. Да вот вы пришли с малышом. Малыш, у вас будет чем-то заниматься? Обязательно. А чем? Кудо, как и его брат старший и папа. Знание, озарение, талант, успех – все это вокруг вас. Жизнь, в которой вы грезите, существует прямо здесь и прямо сейчас. Завершился форум еще одним ярким событием – премьерой мотивационного шоу «Два». Актер и мастер боевых искусств Владислав Демин в своем зрелищном представлении рассказал о том, что успех – это дело только каждого из нас. К слову, именно боевые искусства стали мотивацией для актеров достижения своих целей. Евгений Шиповский, Сергей Польшаков. Новости Прима.